Здравствуйте! Не в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 16 мая, вторник. Я до сих пор нахожусь на съемках, поэтому не могу попасть в студию, но без новостей вы не останетесь. И, конечно же, мы пройдемся по заголокам британских газет, которые, как и предполагалось, большинство из них напечатали об димашке премьер-министра Великобритании и президента Украины Зеленского, который нанес неожиданный и, судя по всему, незапланированный визит в Великобританию. Так чему же вы приперлись? Но некоторые из первых полос в понедельник начинаются с комментариев министра внутренних дел Суэлы Брейверман о сокращении иммиграции. Газета «Метро» сообщает, что госпожа Брейверман направила предупредительный выстрел, так называемый, в сторону премьер-министра Риши Сунака, когда она сказала участникам конференции в Лондоне, что нет никаких веских причин, по которым Великобритания не может обучить местных сборщиков фруктов и водителей грузовиков для того, чтобы восполнить нехватку рабочей силы с тех пор, как Великобритания покинула ЕС. Другие газеты, такие как газета «Ай», обращают свое внимание на госпожу Брейверман, которая, как сообщается, соперничает за то, чтобы сменить Риши Сунака на посту премьер-министра. Газета сообщает, что два ведущих факелоносца среди консерваторов, это министр внутренних дел и Кеми Бэденокс, будут бороться за эту позицию, поскольку они борются за то, чтобы стать переемником господина Сунака. Газета также публикует эксклюзивную статью, которая сообщает о том, что Великобритания поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО. А премьер-министр заверил украинского лидера во время его неожиданного визита в Великобританию в понедельник, что это так и будет. Между тем, газета «Гардиан» сообщает, что депутаты Тори не хотят, чтобы госпожа Брейверман сменяла господина Сунака на его месте как премьер-министра. И некоторые из них, как сообщается, предлагают, чтобы господин Сунак предупредил госпожу Брейверман, чтобы она придерживалась своей роли, роли министра внутренних дел. Газета сообщает, что высокопоставленные депутаты обвинили госпожу Брейверман в подрыве господина Сунака перед участниками конференции в понедельник, когда она выступала с партизанской речью, которая была направлена против экспертов и элиты. Газета «Дели Экспресс» приводит смелое замечание из выступления госпожи Брейверман на конференции, в которой министр внутренних дел сказал, что белые люди не должны чувствовать себя виноватыми за свои исторические связи с рабством. Газета сообщает, что госпожа Брейверман набросилась на политкорректность, добавив, что белое население Великобритании не существует в некоем состоянии греха за то, что делали их предки. Газета «Дели Миррор» предлагает другой фокус, обращая свое внимание на судебный процесс над Дэвидом Хантером, британским пенсионером, который обвиняется в убийстве своей больной жены. Дженнис Хантер, как ее звали, умерла из-за насильственных действий со стороны ее бывшего мужа. Газета сообщает, что Хантер плакал, когда рассказывал о его любви к своей жене, сказав суду, что он так сильно ее любил и так любил, и она очень умоляла его убить его. Несколько газет, такие как «Дели Телеграф» публикуют изображение господина Сунака, которое обнимает президента Украины Владимира Зеленского. Как вы видите, это все произошло после того, как премьер-министр пообещал поставить раздираемой в военной стране изготовленные на заказ дроны-смертники, дроны-камикадзе, для того, чтобы помочь военным усилиям Украины. Ну и газета также приводит прогноз Министерства внутренних дел о дальнейшем и резком росте эмиграции перед следующими выборами из-за всплеска иностранных рабочих и студентов, которые попытаются попасть в страну. Газета «Таймс» публикует ту же фотографию, что и «Дели Телеграф», да и остальные – это украинские лидеры, премьер-министр. Газета сообщает, что господин Сунак сравнил Зеленского с лидером военного времени Уинстоном Черчиллем, когда взял с собой Зеленского в Чекерс в понедельник. В газете также сообщается, что пятая часть налогоплательщиков теперь будет находиться в диапазоне подоходного налога 40 пенсов из-за продолжающегося замораживания налоговых порогов. Газета «Дели Стар» нацелилась на Бельгию на своей обловке. По данным газеты, НЛО летают над Бельгией и гудят, что вызвало серьезное разочарование у издания, заголовок которого называют страну самой скучной в мире. Газета «Дели Мэйл» пишет информацию о эмоциональном взрыве бывшего министра Кабинета министров Майкла Гоула в адрес лидера либеристов сэра Кейра Стармена. Но при этом господин Гоуф, как сообщается, написал лидеру оппозиции по поводу заявления о том, что сэр Кейр позволит горожанам ЕС голосовать. Это акт, который газета называет циничной уловкой либеристов. Так что готовьтесь к тому, что, возможно, многим из нас придется голосовать за нового премьера. Ну а помимо визита господина Зеленского в Великобританию, о котором тоже напечатала газета Financial Times, они также подводят итоги предстоящих выборов в Турции, сообщая, что нынешний лидер Рейджил Таиб Эрдоган находится на пути к сохранению власти, подливая свое правление на третье десятилетие. Как вы знаете, выборы закончились, Эрдоган получил 49,5%, и там будет второй тур. Ну и, само собой, конечно же, все газеты напечатали вот эти фотографии с Зеленским, и мимо этого никоим образом не могли пройти карикатуристы из газет. И, соответственно, газета Guardian обыгрывает слово ARMS в подписи к этой карикатуре. Слово ARMS, как вы знаете, переводится одновременно и как оружие, и как руки. И надпись на карикатуре гласит, вообще-то, когда я говорил, то хотел твое оружие, я имел в виду твое оружие. Ну, как-то так можно перевести вот эту карикатуру. Ну, а газета Times, так же, как и другие газеты, тоже обыгрывает встречу Сунака и Зеленского, но в другом контексте. На ней Риши Сунак говорит своей главе МВД, Суэлли Бреверман, которая безнадежно проигрывает битву против вторжения нелегальных мигрантов через Ла-Манш. Нет, я не посылаю ракеты в Дувр, Суэлла. Ну, а газета Independent вспоминает о внутренних проблемах, печатая карикатуру на министра финансов, которая заявила, что технически в Британии рецессии нет. И все это делается с разрушенной Гаунинг-стрит, как вы видите, которая находится в безобразном состоянии. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, что находится внутри газет. Риши Сунак встретится с лидерами продовольственной отрасли для того, чтобы обсудить, как именно улучшить производство и продажа продуктов питания в Великобритании, а также увеличить их производство. Повышающиеся операционные расходы затрагивают фермеров и бизнес-фермерский частично из-за вторжения России на Украину. Перед саммитом правительство заявило, что в следующем году предложат 45 тысяч виз для фермеров для того, чтобы они набрали наемных работников из-за рубежа. В рамках решения министр внутренних дел Суэлла Бреверман заявила, что нет никаких причин для того, чтобы Великобритания не смогла обучать своих британских сборщиков фруктов и водителей грузовиков для того, чтобы снизить эмиграцию. Правительство также обещало уделить большее внимание интересам фермеров в будущих торговых сделках и провести обзор цепочек поставок овощей и яиц для того, чтобы обеспечить справедливую цену для продукции фермеров. Многие фермеры в данный момент утверждают, что супермаркеты не дают им справедливую цену для определенных товаров, таких как, например, яйца. Extension Rebellion устроила акции протеста на конференции правого крыла в Лондоне, который был организован базирующимися в США движением национальный консерватизм. К Джейкобу Рисмогу неожиданно присоединился на сцене человек, который предупреждал о фашизме. Ну а также немного позже, когда этого человека вывели из зала, выступала Сойла Брейверман. Сойла Брейверман также была прервана, когда она начала речь о консерватизме и эмиграции. Протестующие, которые, по словам Extension Rebellion, протестовали против все более опасной риторики со стороны высокопоставленных политиков, были изгнаны из зала. Ну а министр внутренних дел пошутила, что эти протесты были днем прослушивания для теневого кабинета министров. Система планирования зеленого будущего находится под угрозой и может повлиять на окружающую среду, экономику и занятость в Северной Ирландии, по данным организаций, по возобновляемым источникам энергии. Группа Renewable утверждает, что апелляционная комиссия по планированию работает только на 75% и испытывает нехватку ресурсов. Эта группа отвечает за утверждение проекта, в том числе за 85 тысяч домов, которые ожидают использования возобновляемых источников энергии уже более трех лет. Провинция поставила перед собой цель к 2030 году, чтобы 80% электроэнергии поступало из возобновляемых источников. А без реформ и инвестиций в этот сектор все эти усилия могут быть потеряны и Северная Ирландия может не достичь своих целей. Самый большой рост заработной платы в государственном секторе с 2003 года, в то время как уровень безработицы растет, происходит на данный момент в Британии. Расчеты по заработной плате в государственном секторе находятся на самом высоком уровне с 2003 года, согласно данным Управления национальной статистики. Средний регулярный рост заработной платы в госсекторе составил 5,6% в период с января по март, рост зарплаты в частном секторе составил 7% за тот же период с января по март. Более широкие данные подсчитали, что заработная плата за исключением эффектов премиальных выплат росла в годовом исчислении на 6,7% в годовом исчислении, это было до марта. Средний недельный заработок немного снизился и составил 5,8%. Количество вакансий упало, и это происходит уже десятый месяц подряд. А уровень безработицы в этот же момент составил около 4% по сравнению с 3% ранее. Рост безработицы был в значительной степени обусловлен безработицей, которая продолжается более 12 месяцев. Комитет по установлению ставок Банка Англии будет рассматривать данные о зарплате и базовой инфляции для того, чтобы определить будущее повышение ставок. Ожидается, что инфляция в этом году будет выше, чем ожидалось ранее из-за роста цен на продукты питания. Возвращаясь к визиту Зеленского. Колумнист газеты Guardian пишет, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Лондон для того, чтобы прогнать русских из своей страны, запросив логистическую поддержку и дополнительные экономические санкции против России. Но экономические санкции против России так и не смогли остановить агрессию Владимира Путина и служат его целям в убеждении его народа, что война является открытой западной агрессией против России, пишет колумнист. Санкции также ослабили западное союзническое единство и привели к обнищанию таких бедных стран, как Сирия, Афганистан, Зимбабве и Иран. Западное использование экономических санкций является необдуманным, неэффективным и регрессивным, а дополнительные запреты на экспорт газа из России могут привести к краху международной торговли и также гуманитарной катастрофе. Судьба Украины будет определена войной и дипломатией, а никак не санкциями, пишут в газете. Финансово нуждающиеся граждане Великобритании все чаще прибегают к азартным играм в поисках быстрого решения своих проблем ввиду исторически низкого уровня благосостояния населения, пишут в газете Independent. Согласно исследованию индекса благосостояния, этот индекс упал до наименьшего уровня с 2013 года, о чем заявили 52% опрошенных. Один из 12 опрошенных попросил близких о помощи, а один из 10 сталкивался с дополнительной задолженностью, а почти один из трех воспользовался своими сбережениями для того, чтобы покрыть свои расходы на жизнь. Исследование также выявило значительный рост азартных игр, при котором полтора миллиона человек использовали их в качестве быстрого решения своих финансовых проблем за последние 12 месяцев. Главный операционный директор LifeSearch Эмма Укер заявила, что молодые люди чаще склонны к азартным играм и увеличению своих привычек в них играть, а мужчины в два раза чаще начинают играть на большие деньги, чем год назад. Руководство проводит исследования для пересмотра законодательства о базартных играх в Великобритании в ближайшие 15 лет, а также планирует введение максимальной ставки для онлайн-игровых автоматов. Ну, как мы все знаем, казино до добра не доводит. И вот еще что, Фрэнки, держись подальше от казино. Сообщается, что король Чарльз III запланировал свои первые зарубежные поездки после коронации в Вестминстерском аббатстве. Было сказано, что монарх запланировал визиты в Кению, Палестину, Израиль и Румынию. Запланированный визит Чарльза в Кению покажет приверженность монархии и содружеству. Сообщается, что он должен посетить Румынию в начале июня. Король также планирует стать первым британским сувереном, который посетит Израиль и Палестину. Ну, а теперь к одному из главных событий, прошедших выходных. Евровидение 2023 года было отличным музыкальным шоу с легендарными музыкантами и известными исполнителями, а также с негативным заглядыванием в политические события, пишет Sky News. Ведущие шоу, включая Грэма Норвана, Ханну Банхэм, Юлию Санину и Алексу Диксу, 26 выступлений длинных процессов. Также на Евровидении выступила принцесса Уэльская, играя на фортепиано в открытии шоу, в то время как участники Тея и Солена из Австрии исполняли динамический оригинальный музыкальный номер, который был посвящен Эдгару Алану По. Некоторые участники использовали это шоу для того, чтобы высказать свои политические заявления. В итоге победила Лорин из Швеции, которая стала первой женщиной, выигравшей песенный конкурс дважды. Ну а сейчас вы увидите рубрику «Британский этикет», в которой узнаете о том, как британцы видят в большинстве случаев бестактность со стороны приехавших в эту страну. Приветствую вас! С вами Юлия Плеупшта, преподаватель этикета и английского языка. Тема, которую я сегодня поднимаю, касается бестактности и отсутствия культуры в общении с британцами. То, что нам, русскоговорящим, зачастую кажется нормальным, привычным, для британцев крайне неприемлемо. Что же это? Например, когда мы выражаем удивление, изумление или даем оценки, касающиеся личной жизни человека. Живут дети или не живут с родственными родителями? Расписана пара или не расписана? В Британии очень многие пары живут в партнерских отношениях, это абсолютно нормально, это крепкие, здоровые отношения, но давать оценку этому не надо. Крайне негативно воспринимается британцами вопрос религиозных оценок. То есть, правильная церковь, неправильная, так вы делаете или не так, а почему в семье люди ходят в разные церкви, например, или вообще один мусульманин, другой еврей. Это касается только тех людей, которые вовлечены в эту ситуацию. Точно так же оценки, касающиеся общим принадлежности к какому-то народу или народности. Все такие-то добрые, все такие-то злые. Избегайте таких оценок. Лучше промолчать. И таким образом... Доброе утро, Англия! Вы знаете, почему участники Евровидения всегда в хорошем настроении? Потому что они знают, что даже если не победят, всегда могут сказать, что их голосование было политически окрашенным. Сегодня вас ждет яркий рассвет по всей стране, словно природа решила подарить вам дозу витамина D перед облачным настроением. Однако, не без некоторого юмора, я должен предупредить, что в Дувере дочь решил почтить новую партию беженцев из Европы. Похоже, дочь решил лично поприветствовать прибывающих. Такой гостеприимный он. Но не унывайте. После обеда переменная облачность укутает все города Англии. Вы можете рассматривать облака как своих материологических фантазеров. Они создадут разные формы и фигуры, чтобы развеселить вас в серых буднях. И, конечно же, как всегда, Эдинбург решил отличиться. Там породит свой собственный дождь. Ну, ведь какой же город Шотландии не образуется освежающей струей небесного благодатного дождя? Так что, дорогие жители Англии, подготовьтесь к приключениям с погодой сегодня. И не забывайте, что даже в дождливый день можно найти повод для улыбки. Пусть погода будет вашим верным компаньоном во всех ваших житейских аферах. Всем хорошего настроения и до скорой встречи в следующем выпуске. На этом я тоже с вами прощаюсь. В студии не было Олега Хилла, так же, как и всех остальных. Встретимся с вами в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok